Библейский портал экзегет.ру представляет Досточтимые друзья, братья и сестры! Сегодня мы оканчиваем изучение Евангелия от Иоанна, поэтому я благодарю всех вас за молитвенную поддержку этого цикла бесед. И тех, которые здесь присутствуют, и тех, которые смотрят на портале библейского сайта Экзегет эти беседы. Сегодня мы читаем последнюю, 21 главу, в которой говорится о явлении Христа ученикам, его общение с Симоном Петром, здесь также говорится о Христе и его любимом ученике, и эпилог всего текста Евангелия от Иоанна. И мы читаем с первого стиха. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. «Были вместе Симон Пётр и Фома, называемый Близнец, и Нафанайл из Каны Галилейской, и сыновья Ведеевы, и двое других из учеников его». Григорий Великий в Гамиле на Евангелие пишет, когда он, Христос, участвует в этой последней трапезе с семью учениками, он даёт понять, что только обретшие семичастную благодать Святаго Духа будут вместе с Ним на Его Вечном Перу. Седьмью днями протекает всё наше время, и часто числом семь обозначается совершенство. Так что те окажутся на Вечном Перу истины, кто ныне в стремлении к совершенству не гонятся за земным, кого не связывает любовь к миру всему, кто, противостоя искушениям, не отказывается от благих устремлений. Итак, стремитесь исполниться присутствием этого Духа, думайте о том, что из происходящего ныне последует с вами в грядущее. Действительно, очень важно думать о том, что из происходящего ныне последует нами в грядущую вечность. Конечно, это евангельские беседы, они следуют вместе с нами в вечность, любые наставления в вере, всё то, что мы получаем в храме, всё это следует за нами в вечность, потому что, когда мы исследуем Писание, прислушиваемся к наставлениям Церкви, то все эти наставления, исследования, особенно по Святым Отцам, предлагают нам горизонты другой жизни, жизни надмирной, следовательно, мы как бы в Боге богатеем. Эти знания как бы ничего не могут прибавить нам в земной жизни, даже могут что-то убавить по плоти, если начнутся, например, гонения. Но в вечности всякий раз, когда мы читали Евангелие, это вот наш багаж, который мы берём с собой, всякий раз, когда мы изучали Библию, это тоже наш багаж, который мы берём с собой в вечность. Итак, Христос является при море Тивериадском, своим ученикам, не всем, некоторым, число 7. Но мы не можем сказать, что в тот момент нравственное состояние учеников было особым, потому что 3 стих свидетельствует как раз об обратном Симон Пётр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идём и мы с тобою. Пошли и тот час вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Почему Пётр говорит эти слова? Давайте почитаем объяснение того же Григория Великого. Можно спросить, почему Пётр, бывший рыбаком, до обращения вернулся к рыболовству, и после обращения, хотя и сказано, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадёжен для Царствия Божия. Мы знаем, что Пётр был рыбаком, а Матфей – мытарем. После обращения Пётр вернулся к рыболовству. Но Матфей не сел вновь собирать подати, потому что одно дело – добывать ловлей рыбы, пропитание, и совсем другое – увеличивать свои доходы сборами налогов. Ибо есть такие занятия, которые не могут или почти не могут не сопровождаться грехом. К таким после обращения нельзя возвращаться. Григорий Великий явно смягчает действия Петра, но некоторые экзегеты, вот эти слова Петра «иду ловить рыбу», вменяют ему вину. Христос умер, да, Он воскрес, но мы продолжаем жить в этой земной реальности, и нам как бы надо возвращаться к своему ремеслу. Поэтому действия Петра, они осуждаются некоторыми экзегетами, действительно взявшись за плух, нельзя оборачиваться назад. И если он даже ловит рыбу с учениками для пропитания, скажем так, так прямо, они ничего не поймали. Что-то бессмысленно, когда они вкусили апостольского достоинства, и вдруг возвращаться к прежнему ремеслу, это представляется, как что-то бессмысленное. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Что значит в ту ночь? Как бы некая ночь наступила в их жизни, как бы некий мрак объял их. И они должны этот сложный период преодолеть. Им нельзя возвращаться в прежнее состояние. Потому что возвращаться в прежнее состояние – это все равно, что вымытый пёс возвращается на свою блевотину. Есть такой образ в Писании. И действительно, если мы оставили прежний образ жизни, то лучше ни в каком виде не возвращаться к нему, а совершать что-то противоположное. Единственное, что мы можем взять собою из прошлой жизни, это упрямство во грехе, которое должны трансформировать и превратить в упрямство в благодати. Как мы читаем молитвенное правило, где есть слова, как прежде служили сатане и стиваму, наипаче послужим тебе Господи. И один мужчина мне рассказывал о том, что когда ему дали эпитимию становиться на 12 псалме в 12 часов ночи, он сначала воспринял это с энтузиазмом, а потом стал испытывать затруднения. и когда он стал испытывать затруднения, глаза слепались, тело наливалось как будто какой-то тяжестью, духовник ему сказал, а ты вспомни, как ты служил сатане стиваму, именно в ночной период. А этот мужчина был пьющий, и он стал вспоминать, он вспомнил, как в 90-х годах, когда ему надо было выпить, он мог в 2 часа ночи побежать к ночному ларьку, мог в 3 часа ночи побежать к ночному ларьку и найти там компанию, с кем выпить, или взять эту драгоценную жидкость, принести трепеща домой и усесться на кухне, обложиться закуской, и так до утра. Ему стало стыдно, и он подумал, почему я с таким усердием служил греху, и глаза мои не смыкались, я не тяготился ночной очередью, если она возникала, даже зимой, а вот встать на молитву, на прославление Бога, мне почему-то сложно. И конечно, апостол Петр, как бывший рыбак, мог использовать эти навыки в миссионерском служении. Вы знаете, что рыбу ловят по-разному, некоторые даже глушат динамитом. Но это браконьеры, хулиганы. В наше время таких очень много, в том числе и на Ниве миссионерского служения. А вообще-то рыбалка это тихое дело, когда человек прикармливает место, подбрасывает туда корм время от времени, потом вот так сидит с удочкой в руках спокойно. На Руси было принято, когда рыба шла на нерест, даже колокола не звонили, запрещали звон колоколов, чтобы не пугать рыбу в ее передвижение. Итак, Симон Петр говорит «Иду ловить рыбу». Может быть, кто-то из сидящих здесь тоже задается таким же вопросом, может быть, вернуться к прежней жизни. Особенно страдают от новой жизни во Христе и со Христом люди богатые. Я знаю несколько случаев, когда серьезные бизнесмены обращались в христианство и у них начинались проблемы именно в сфере бизнеса. И один из таких он поехал к старцу спросить у него совета. Почему так? Казалось бы, все должно быть наоборот. И старец ему сказал «В прежние времена, когда ты вел свой бизнес, во многих случаях ты вел его неправильно, даже с точки зрения светского закона, не говоря уж о законе Божьем. В Писании есть законы ведения бизнеса, так же, как в Писании есть законы ведения войны, так же, как в Писании есть законы ведения хозяйства и так далее, и так далее. И старец ему сказал «Теперь ты возвращаешь долги». Но вот самовозможность возвращать долги – это очень важно. Как сказано «Горе грабителю, который не был ограблен». Итак, действия этих учеников они говорят Петру «Идем и мы с тобою». Пошли тот час вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. И наступает утро. Наступающее утро связано с явлением Христа. Ночь депрессивных сомнений проходит, ночь религиозных колебаний проходит и мы читаем «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус». Почему ученики не узнали, что это Иисус? Потому что они вернулись к прежнему формату своего существования, а на Иисуса даже в одни его земной жизни надо было взирать очами веры. Тем более взирать на Иисуса в его воскресенье надо было очами веры. А какая вера, если всю ночь они пытаются вернуться к прежнему бизнесу? Кстати, по-своему очень доходному в то время. Если кто-то из вас бывал на Генесаретском озере, там по берегу разбросаны такие рестораны, где готовят рыбу под названием рыба апостола Петра. Ее все цело запекают в масле, готовят в масле и ее едят целиком. С плавником там совсем. Она очень вкусная рыба и говорят очень полезная. Дело в том, что Генесаретское озеро в него впадают радуновые источники. Это очень чистая вода, очень экологически чистое место. Иисус говорит им «Дети, есть ли у вас какая пища?» почему Христос спрашивает их об этом. Давайте прочитаем сначала объяснение Григория Великого Папы Римского на слова «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу?» Может возникнуть вопрос, почему после воскресения Господь стоял на берегу, пока ученики его трудились в море, в то время как до воскресения он ходил по волнам на глазах своих учеников. На что еще указывает море, как не на век нынешний, бурлящий от невзгод и волн переходящей жизни? И что значит прочность берега, как невозмутимость вечного покоя? И вот поскольку ученики все еще удерживались волнами смертной жизни, они и трудились в море, а поскольку наш Искупитель уже прошел смертность плати, то после воскресения он стоял на берегу. Действительно в Священном Писании образ моря это образ срамящихся волн, которые срамятся своей нечистотой. Своей нечистотой. Это мир политики, это мир человеческих страстей. И давайте вспомним, что зверь, то есть антихрист книги Апокалипсис он выходит именно из моря. Поэтому это не безобидная фраза «иду ловить рыбу». И они сели в лодку и семером отдались этому прежнему своему ремеслу. Но слава Богу Господь с наступлением утра когда ночь уже прошла является им. Иисус говорит им «Дети, есть ли у вас какая пища?» Климент Александрийский в своем педагоге пишет «Что педагогия есть водительство детей, ясно из самого этого слова». педагогика буквально детоводительство. И так следует присматривать за детьми, которых имеет в виду Писание, и приставить к ним педагога. Дети – это мы, и Писание, изображая простоту веры, разнообразно восхваляет нас и многохитро называет различными иносказательными именами. Так в Евангелии говорится, стоя на берегу, Господь возвал к ученикам, а им случилось ловить рыбу. Дети, есть ли у вас какая рыба, называя детьми мужей, бывших на положение учеников, он предлагает нам для подражания детскую простоту. А все-таки почему Христос так обращается к своим ученикам? Климент Александрийский использует список, где Христос, обращаясь к апостолам, произносит эти слова, тут несколько иначе передаются, в нашем варианте дети, есть ли у вас какая пища? И дети здесь отнюдь не оценка их простоты. Дети это указание на их несовершенство. Христос как бы говорит, я уже сделал вас ловцами человеков, почему вы ведете себя как дети, залезли семером в лодку, ночью ловите рыбу, как-то все очень непонятно. А как ловили рыбу ночью. К лодке подвязывали фонарь зажженный и вывешивали его над водою и опускали сеть и некоторые разновидности рыб, они как бы двигались навстречу этого света, потом в сеть их уловляли. Поэтому слово дети можно понять как наивные. Но вот вы пошли ловить рыбу, есть ли у вас какая пища вот сейчас, теперь? Они отвечали ему нет. То есть этот опыт вернуться назад к прежней жизни оказался совершенно провальным. Был такой случай, когда в советское время в Троице Сергиеву Лавру приезжали музыканты известные из Большого театра, оперные артисты, и они слушали церковные пением было интересно. И там был один монах, который пел чудесным басом, и все так были поражены насыщенностью его голоса, что его стали наперебой приглашать в консерваторию, его стали убеждать оставить монастырь, прийти к ним и заняться серьезной музыкой, как ему сказали. И я уж не знаю, какими уговорами, но они его соблазнили, он ушел из монастыря. Был скандал, и какое-то время он занимался с этими людьми, они ставили ему голос, но потом он стал вести очень разгульный образ жизни, стал выпивать, стал нарушать монашеские обеты, под конец он заболел сифилисом в тяжелой форме, у него там нос вывернулся наизнанку, и когда он стал никому не нужен, он вернулся в лавру, но он побоялся показаться братьям на глаза, он как бы заматывал свое лицо и сидел среди нищих, которые просили милостыню, но братья все-таки его узнали. и великое сокрушение было по поводу его судьбы, что он так неправильно распорядился своей жизнью. мы не должны быть детьми по разуму, мы должны быть детьми по простоте сердца, и когда Писание говорит о том, что надо подражать детям, не в доверчивости надо подражать детям, а в простоте и в открытости, причем перед родителями. Перед родителями. Итак, ученики говорят Христу нет, то есть ничего не поймали, Он же сказал им закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. А что это за уточнение по правую сторону лодки? Это уточнение на то, что когда они пошли ловить рыбу, они как бы пошли, уклонились налево. Налево. Это ремес называется по-еврейски, такой намек. А здесь Христос говорит закиньте сети, то есть повторите это же действие, но по правую сторону лодки. И поймается. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. О чем это? Есть объяснение Блаженного Августина, который пишет, «Ловя ночью они ничего не поймали, занялся день и был улов, ибо они увидели день Христа». То есть понимание Августина, день – это Христос, потому что Христос и есть солнце правды. «Тогда по слову Господа забросили сети и добыли улов. Итак, мы имеем два улова рыбы, добытые учениками Христа по слову Его. Первый относится к тому времени, когда Он избрал их и сделал своими учениками. Второй относится к теперешнему моменту, когда Он воскрес из мертвых. Давайте сравним их, если угодно, и внимательно проанализируем различия между ними, ведь все это имеет отношение к утверждению нашей веры». Далее Августин достаточно подробно объясняет как бы разницу и совпадение. Но для нас важно то, что когда мы что-то делаем по повелению Господа, результат никогда не замедлит. А когда мы это делаем по своему личному решению, по своей личной инициативе, как Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу, вот здесь результат может быть как раз противоположен ожидаемому. А здесь они закинули сеть по правую сторону лодки, как бы уклонившись от ливизны и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, здесь мы видим опять скромность Иоанна Богослова, он не называет себя по имени, «Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру «Это Господь!» Потому что они сначала не рассмотрели, кто это, но через это действие они поняли, что это Господь. «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь опоясался одеждой, ибо Он был наг и бросился в море». Смотрите, Христос познается Лукой и Клеопой в преломлении хлеба. В данном случае Иоанном Богословом Господь познается во множестве пойманной рыбы. Если преломление хлеба указывает на Евхаристию, то множество пойманной рыбы на смысл апостольского служения. Петр ведет себя очень импульсивно, он припоясывается, так как был наг, и бросается в море и плывет к Господу. Как будто какой-то спортсмен выпрыгивает из лодки, человек в возрасте, но очень такой импульсивный. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Когда же они узнали его, то ученики Петр и Иоанн опять обнаруживают способности своих характеров, ибо один был пламенее, а другой возвышеннее, один ревностнее, ревностнее, а другой проницательнее, поэтому Иоанн первый узнал Иисуса, а Петр пламенный первый пошел к нему». То есть эти качества, ревность и возвышенность они не исключают одно другое, и если кто-то имеет деятельный тип собственного характера, кто-то созерцательный, это не мешает служить Богу. Созерцательный скорее узнает Иисуса, а деятельный скорее бросится к нему навстречу, как в случае с Иоанном и Петром. Блаженный Иероним пишет, «После воскресения Иисус стоял на берегу, ученики же его находились в лодке, в то время как другие его не узнали, ученик, которого любил Иисус, сказал Петру, это Господь, и так целомудренность Иоанна, первый узнает целомудренное тело Христа. Тот же был Иисус, но неодинаково виделся всеми». То есть, это тот же Иисус, но неодинаково виделся всеми. Действительно, Петр человек семейный, а Иоанн Богослов по малолетству человек девственный, но у девственности есть преимущество перед семейной жизнью, и это связано как раз с состоянием особой духовной возвышенности. Хотя в браке нет ничего порочного, но человек, который вступает в брак, он как бы не существует самостоятельно, он несет на себе и все добродетели окружающих, и все недостатки его окружающих. Почему Петр все-таки припоясался? Потому что предстать пред Господом по закону Моисееву нельзя было в таком виде, чтобы обнажилось, как-то проявилась твоя нагота. Потому что в Моисеевом законе есть заповедь о том, что священники должны под своими длинными одеждами носить шаровары. А чтобы, когда они восходят по ступеням, приближаясь к священным объектам храма, как бы не открылась их нагота. Петр очень скорпулезно придерживается правил закона, поэтому в этом случае он припоясывается, а в другом случае, который описан в книге Деяний Святых Апостолов, когда ему были показаны всякие гады, присмыкающиеся, и было сказано «Закали и ешь», он ответил «Господи, я никогда ничего нечистого не ел». То есть он придерживался правил кашрута и очень ревностно оберегал вопросы, связанные с наготую, когда дело касалось чего-то божественного. Кстати, это доказательство того, что Петр считает Христа Богом, потому что запрет в законе Моисеева обнажится как-то даже случайно. Этот запрет предполагал, что Бог вездесущ как бы и некой завесой и снизу штаны и сверху был хитон у священников. То есть надо все-таки достойно выглядеть как бы из любой позиции. И мы читаем далее. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот. Вот Петр проплыл это расстояние, таща сеть с рыбой, как некий трофей. Когда же вышли на землю видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Рыба и хлеб. Рыба это не только символ обращенных в христианскую веру язычников и иудеев, рыба это и символ веры в Иисуса Христа как в Сына Божия. потому что греческое слово «ихтиос» является аббревиатурой слов «Иисус Христос, Сын Божий». Иисус Христос, Сын Божий. Поэтому древних христиан рыба это был знак по которому распознавали друг друга первые христиане. Вот если вы читали роман Гена Хисенкевича «Кама Гридеши» там описывается как даже в императорском дворце одна рабыня императора она рассыпала пудру и перед лицом плененной Лидии нарисовала рыбу на этой пудре и посмотрела какая реакция будет у красавицы Лидии. И потом когда они распознали друг друга христиан она быстро смахнула потому что язычники уже тогда догадывались что это особый сакральный знак рыба как знак символ веры в Иисуса Христа как Сына Божия. Поэтому не случайно что на берегу разложенный огонь и на нем лежащая рыба и хлебы хлеб это и евхаристический символ и символ Слово Божие как сказано не хлебом единым будет жив человек но всяким словом исходящим из уст Божиих. Таким образом как бы на огонь который может символизировать действие Духа Святаго положено веру в Иисуса Христа как Сына Божия и хлеб как символ и евхаристии и самого Слова Божия. В Пятикнижии Моисея есть такой красивый образ там сказано что пасхального агнца надо доедать целиком а если что-то останется после пасхального седора надо сжечь на огне. Святые Отцы объясняют так все Писания рассказывают о Христе и когда ты читаешь Писание ты как бы потребляешь агнца пасхального но если осталось что-то непонятное из Писания брось это в огонь пусть благодать Духа Святаго разъяснит тебе смысл того что ты сам не можешь понять потому что в день Пятидесятницы именно огненные языки явились над апостолами как свидетельство о действии Духа Святаго который научает и наставляет на всякую правду просвещая людей напоминая им и разъясняет и разъясняет Божие Иисус говорит им принесите рыбы которую вы теперь поймали здесь здесь немножко как бы непонятно рыба которую жарит Христос откуда она Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть наполненную большими рыбами которых было 153 стоп а где мы встречаем еще эту цифру 150 в момент вознесения Христа на момент его вознесения христианская община это и есть 150 а так как в Писании вообще принято округлять цифры то здесь уточнение 153 а когда будет описываться вознесения 150 значит пойманная рыба большая рыба это первый улов самого Христа Иисуса из общины 153 человека потом вырастает церковь стремительный рост начинается после нисхождения Духа Святаго на апостолов когда они начинают обращать по несколько тысяч человек за одну проповедь как Христос им и предсказал дела которые я творю вы больше сотворите а Григорий Великий пишет почему именно Петр вытащил на землю сеть ему была верена наша святая церковь это ему лично сказано Симон Ионин любишь ли ты меня паси овец моих что затем было открыто ему в словах ныне было указано действие ведь проповедник церкви должен был отделить нас от штормов мира а потому надо было чтобы Петр вытащил на землю полную рыбы сеть он доставил рыбу на прочный берег потому что проповедью своею он открыл верующим прочность нашего вечного обиталища он исполнил все это своими словами и своими посланиями он каждый день исполняет это своими чудесными знамениями и молитвами объясняя значения числа 153 аммоний древнехристианский экзегет пишет Петр вместе с другими вытаскивает духовную сеть принося улов Христу и под сотней понимается полнота язычников под 50 спасенной по избранию рот Израиля а 3 мысливцы как указание на Святую Троицу во славу которой сопряжено мыслиться жизнь верующих уловленных этой сетью здесь предлагается уже аллегорическое столкование этого числа где число 3 становится числом Троицы ибо обращенные в церковь крестятся во имя Отца и Сына и Святаго Духа и только после крещения совершенного во имя Святой Троицы они становятся христианами в полном смысле этого слова Августин Блаженный еще более сложный комментарий дает этому числу по пространности этого комментария мы его опустим и смотрим далее Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть наполненную большими рыбами которой было 153 и при таком множестве не прорвалась сеть что значит не прорвалась сеть то есть единство общины не было никак нарушено и Иисус говорит им придите обедайте из учеников же никто не смел спросить его кто ты знаешь что это Господь то есть теперь уже все семь учеников отлично понимают что это Господь Иисус приходит берет хлеб и дает им также и рыбу то есть через евхаристические символы мы лучше и более серьезно воспринимаем веру в Иисуса Христа как Сына Божия их тез как протопрессвитер Николай Афанасьев писал если я чему-то научился в жизни то только из чаши святого причастия потому что когда мы причащаемся мы причащаемся истинного тела истинного Бога человечества Христа Иисуса и его истинной крови но само причастие раскрывает перед нами некие образы символы которые становятся более понятны научаться от причастия как это очень много нам дают молитвы перед причастием это подлинное богословие внимательно вчитываться в слова молитв перед причастием и в слова молитв после причастия именно так мы должны воспринимать эти молитвы как школа того благословия которое называется литургическое богословие потому что литургические тексты они более догматичны в некоторых случаях чем сами догматические тексты церкви и так и так Иисус приходит берет хлеб и дает им так же и рыбу Христос это делает после того как все убедились в том что это Господь научая нас что к тайне причастия приступают только те которые веруют в Иисуса как в Сына Божия 14 стих это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресенье Своем из мертвых Далее говорится о восстановлении Петра восстановление Петра который пал в троекратное отречение от своего Учителя теперь он нуждается в восстановлении и Христос должен уврачевать это его падение этими своими действиями Христос научает нас как надо выговаривать брату или сестре после их падения Христос это делает более чем деликатно вот иначе не скажешь более чем деликатно и мы читаем когда же они обедали Иисус говорит Симону Петру Симон Ионин любишь ли ты меня больше нежели они этими словами он напоминает Петру слова когда Петр говорил все отрекутся я не отрекусь и здесь очень деликатно Христос спрашивает Симон Ионин любишь ли ты меня больше нежели они Петр говорит ему может еще не понимая о чем речь так Господи ты знаешь что я люблю тебя Иисус говорит ему спаси агнцев моих еще раз говорит ему в другой раз Симон Ионин любишь ли ты меня Петр трижды отрекся от Христа и Христос трижды будет задавать ему этот вопрос Петр говорит ему так Господи ты знаешь что я люблю тебя Иисус говорит ему паси овец моих что мы здесь видим в первом случае Христос говорит паси агнцев моих во втором случае паси овец моих агнцы востолковании отцов это народ божий а овцы это служители церкви ибо агнец это овца в нежном возрасте поэтому поэтому в одном случае он говорит паси агнцев моих паси овец моих говорит ему в третий раз Симон Ионин любишь ли ты меня вот когда Христос спрашивает третий раз у Петра не остается сомнений почему он это делает потому что Петр трижды отрекся от своего учителя и воспоминание об этом оно настигает Петра и мы читаем Петр опечалился что в третий раз спросил его любишь ли меня и сказал ему Господи ты все знаешь все то есть ты знаешь и мое отречение ты знаешь и мои слезы когда услышал крик петуха как я зарыдал Господи ты все знаешь ты знаешь что я люблю тебя действительно Бог сердцеведец Бог вездесущ и всезнающ Иисус говорит ему паси овец моих то есть подтверждает власть Петра над служителями церкви ибо Петр по истолкованию Иоанна Златоуста это князь апостольский который пасет не только народ Божий но и служителей церкви истинно продолжает Христос истинно говорю тебе когда ты был молод то припоясывался сам и ходил куда хотел а когда состаришься то прострешь руки твои имеется ввиду на кресте раскинешь руки твои и другой припояшет тебя и поведет куда не хочешь сказал же это давай разуметь какую смертью Петр прославит Бога и сказав сие говорит ему иди за мной то есть как некогда Христос это говорил уже Петру призывая его когда он был еще Симоном на апостольство здесь как бы обновляется этот момент как мы нуждаемся в обновлении обетов крещения постоянно так и в случае с восстановлением статуса Петра Христос оканчивает словами которые напоминают Петру тот первый призыв к его душе встать и последовать за Христом Блаженный Августин пишет Христос воскрес воплоти а Петр духом потому что когда Христос умер приняв страдания Петр умер отрекшись от него Господь Христос воскресает из мертвых и любовью Своею воскресает Петра он спрашивает его о том любит ли его и ему он перепоручил овец своих ведь какая польза Христу от Петра если он просто любит его вот если Христос тебя любит то это тебе на пользу не Христу но если ты любишь Христа то это тоже тебе на пользу не ему но Господь Христос хотел показать как люди должны проявлять свою любовь ко Христу он достаточно он достаточно ясно сделал это верив ему своих овец любишь ли ты меня спаси агнцев моих и так один раз и другой и так же в третий и Петр ничего иного не отвечал кроме как что любит его и когда Петр отвечал Господь ничего иного не хотел кроме как верить ему овец своих а теперь вспомните удивительный комментарий который мы с вами читали что если бы Петр не отрекся бы от Христа он бы не стал князем апостольским и то есть если бы у него не было опыта собственного падения и восстановления то он бы смотрел на верующих свысока своей ангельской чистоты помните мы читали этот удивительный комментарий Бог попустил ему это падение как Бог попускает Павлу иметь жало воплоти чтобы эти два сосуда благодати не превозносились чрезвычайностью откровения Саввел был гонителем христиан влачил мужчин и женщин за волосы но он стал Павлом Петр отрекся от своего учителя и некоторые экзегеты риторически восклицают Петр трижды превзошел Иуду ибо Иуда отрекся от Господа предал его один раз Петр это сделал трижды имея собственный опыт возвращения ко Христу он может быть пастырем добрым не как ангел который может с позиции своей чистоты огненным мечом опрокинуть любое нечестие а как сострадающий человек понимающий боль другого человека о самом Христе сказано что великое преимущество нашего первосвященника Христа заключается в том что он был искушен во всем кроме греха значит он может и искушаемом помощи то есть помочь как и Петр становится лидером церкви имея опыт собственного падения и возвращения ко Христу он будет помогать оступившимся христианам пережить возвращение к Богу Иди за мной то есть Бог попустил ему опыт собственного падения и теперь Петр обновленный Петр с новыми качествами он следует за Христом и далее тема Христос и его любимый ученик Роман Сладкопевец в своем 47-м песнопении очень интересно обыгрывает эту тему собеседования Христа с Петром Петр любишь ли меня твори что я скажу паси мою ты паству и моих любимых полюби и сострадай ты грешником и помни как я милосерд к тебе отрекся трижды ты но принял я тебя разбойник как привратник рая ободрит тебя к нему ты посылай вернувшихся ко мне адамовых потомков поющих дал творец мне при вратах разбойника и кифу ключаря единственный кто знает глубь сердечную роман сладкопевца это тема что так как Петр сам прощен причем трижды прощен ему оказано доверие то он теперь знает как ему действовать в понимании романа сладкопевца Петр посвящен в тайну что на небесах вратарником и ключарием до восхождения туда Петра благоразумный разбойник и обращает тысячи людей ко Христу те из них которые будут умирать будут отправлять к этому благоразумному рецидивисту а тот будет вводить их в рай сладости но теперь тема меняется Петр же обратившись видит идущего за ним ученика которого любил Иисус то есть Иоанна автора этого Евангелия и который на вечере преклонившись груди его сказал Господи кто предаст тебя его увидев Петр говорит Иисусу Господи а он что судьба Петра предсказана Христом Петр будет распят на кресте его припояжут приведут он раскинет руки единственное он попросит римских воинов центурионов изменить форму распятия так как он считал что недостоин будет быть распятым как его божественный учитель и Петр будет распят вниз головой на кресте так как окончится его жизнь уже зная свою судьбу он спрашивает про Иоанна крестителя Господи а он что и вот здесь мы сталкиваемся с некой тайной христианской у которой нет однозначного решения Иисус говорит ему если я хочу чтобы он прибыл пока приду что тебе до того ты иди за мною что же говорит Христос он говорит что Иоанн будет пребывать в этом мире пока придет Христос во втором своем пришествии Иисус говорит ему слушаемся опять если я хочу чтобы он прибыл пока приду что тебе до того тебе сказано твои смерти что тебе до того ты иди за мной и пронеслось это слово между братьями что ученик тот не умрет но Иисус не сказал ему что не умрет но если я хочу чтобы он прибыл пока приду что тебе до того а как это понять дважды повторяются эти слова да Христос не сказал не умрешь но сказал что он прибудет пока Христос не придет и в христианском мире очень устойчиво сохраняется предание которое поддерживается высказываниями неких отцов не просто неких но известных отцов церкви о том что Иоанн Богослов чуть ли не живым был взят на небеса а чаще высказывалась с точки зрения что он и не покинул эту землю что Иоанн Богослов вот так ходит по всему этому миру в виде старца заходит в разные храмы и наблюдает как там молятся верующие как там служат священники что говорится на проповеди конечно это такая благочестивая христианская легенда мы все-таки знаем что Иоанн Богослов скончался дожив до определенного возраста но он жил так долго и древние христиане настолько привыкли к его существованию когда уже никого из апостолов не было что возможно действительно вот родилась эта легенда самых древних времен что он никогда не покинет церковь на что имеется ввиду имеется ввиду что вот такой тип христианина нежного девственного возвышенного в то же время целомудренного я бы сказал что в Иоанне богословии как раз является нам образ вот именно монашеского типа христианина скажем так он был как бы монахом до монашества потому что монашество возникает значительно позже через несколько столетий но вот эти таинственные слова Христа если я хочу чтобы он прибыл пока приду что тебе до того давайте посмотрим какие объяснения есть этого текста а прежде всего Августин Блаженный господь сказал что сказал либо о мученичестве Петра либо о Евангелии Иоанна что касается мученичества то слова ты иди за мной означают пострадай за меня претерпи то что я то есть я был распят и ты Петр будешь распят Христос был распят распят был и Петр и Иоанн же ничего такого не претерпел вот это и значит слова если я хочу чтобы он прибыл пока приду что тебе до того то есть пусть упокоится без ран без мук и ожидает меня ты же следуй за мною прими страдания подобно как я я пролил кровь за тебя и ты пролей за меня только так можно истолковать эти слова что касается Евангелия Иоанна то как я считаю вот что подразумевается Петр писал о Господе и другие писали тоже но сочинение их рассматривали Господа более всего как человека Евангелие Петра это Евангелие от Марка я вам напоминаю потому что Марк был секретарем Петра соработником он записывал проповеди Петра что касается Евангелия от Иоанна то как я считаю вот что подразумевается Петр писал о Господе и другие писали другие это Матфея Лука тоже но сочинение их рассматривали Господа более всего как человека хотя в посланиях Петра что-то говорится о божественности Христа но в Евангелии от Иоанна об этом говорится очень много он воспарил над облаками воспарил над звездами воспарил над ангелами воспарил над всяким творением достигнув Слова через которого все начало быть действительно один этот стих в начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог мы слышим эти слова на пасхальной службе с этих слов начинается годичное чтение поэтому свидетельство о том что Иоанн прибудет по блаженному Августину имеется ввиду прибудет не плотью своею который под конец он совершенно одрехлел как описывает Евсевик Кисарийский историю про Иоанна и молодого разбойника помните как он бежал за этим разбойником и упыхался весь и сказал разбойнику крикнул остановись я не могу так бегать он пребывает этим священным текстом это воспаренное над звездами и над ангелами Евангелие главная тема которого божество Христа Иисуса в этом смысле он не покидает нас и эпилог Евангелия от Иоанна этого воспаренного над звездами и над ангелами текста как бы Иоанн выходит из подзавесы некой анонимности и говорит сей ученик и свидетельствует о всем и знаем что истинно свидетельство его это как бы отношение церкви многое другое сотворил Иисус но если бы писать о том подробно то думаю опять в единственном числе и самому миру не вместить бы написанных книг аминь давайте тоже скажем аминь итак мы окончили с вами и изучение Евангелия от Иоанна это очень важная веха и в моей жизни я думаю и в вашей жизни когда заканчивается чтение этого текста который мы исследуем вместе с отцами когда мы начинали эти беседы мне казалось что это очень сложные Евангелия потому что очень много комментариев написано на этот текст но таких сложных комментариев что иногда они не облегчают понимание а наоборот делают понимание более сложным но воспаренность этого Евангелия создает ощущение воздушной легкости чистого открытого повествования о Христе Иисусе как об истинном Боге и жизни вечной спаси вас всех Христос 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 христос